Господержка квалифицированных кадров на селе в 2020 году по большей степени осуществляется в рамках федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий», далее по тексту ФЦП. Основание – правительственное постановление номер 598 от 15 июля 2013 года. Данный проект разработан на смену ранее действовавшей программы соцразвития села до 2013 года, которая в свою очередь применялась согласно правительственному постановлению РФ номер 858 от 3 декабря 2002 года, а ныне утратила силу. Реализация директив действующей ФЦП в регионах осуществляется путем внедрения субъектами РФ собственных целевых проектов и правовых актов. Соответственно, способы поддержки сельчан, молодых кадров и семейных пар в каждом регионе свои. Стандартно это подъемная, единовременная, ежемесячная выплата, обеспечение временным жильем, субсидирование для улучшения и приобретения собственной жилплощади и другие. К примеру, в Свердловской области с 1 февраля 2013 года в полной мере реализуется программа «Наша новая школа», базирующаяся на софинансировании ипотечного кредита для молодых преподавателей до 20% кредита. Молодые кадры до 35 лет, постоянно проживающие в селах и переселяющиеся туда, имеют первоочередное право на дотацию для строительства покупки своего жилища. Основание постановления правительства области номер 1472, ПП от 11 октября 2010 года, сайт Министерства АПК и Продовольствия области. Ряд региональных проектов правовых актов по части поддержки молодых медицинских кадров в подобных поселениях разработаны с учетом положений другой госпрограммы РФ, именуемой «Развитие здравоохранения» введена правительственным. Постановлением РФ номер 1640 от 26 декабря 2017 года. Так, в Краснодарском крае реализуется программа «Земский доктор». Данный региональный проект позволяет молодым медицинским кадрам в возрасте до 35 лет, прибывшим на работу в поселение со статусом села, получить разовую компенсацию. В 2020 году размер такой однократной компенсации может составлять 1 миллион рублей для врачей и 500 тысяч рублей фельдшеров. Претендент на льготу не должен иметь неисполненных обязательств в отношении договора о целевом обучении. Сайт Минздрава Краснодарского края. Читайте также статью «Социальные льготы молодым специалистам». Обеспечение жильем молодых квалифицированных кадров, согласно ФЦП, устойчивое развитие сельских территорий. ФЦП рассчитано на период до 2020 года и нацелено на решение ряда насущных вопросов. Планируется масштабное строительство в селах школьных учреждений, медицинских спортивных объектов, учреждений для проведения культурного досуга, а также расширения жилищного фонда. Во главе угла стоит именно жилищный вопрос, который предполагается решить также путем предоставления селянам соцвыплат для покупки либо постройки собственного жилища. Данная дотация, согласно условиям ФЦП, выделяется муниципальными образованиями. Основной контингент получателей – молодые кадры и семьи, постоянно проживающие и работающие в поселках сельского типа. Условия получения соцвыплаты согласно ФЦП, круг получателей соцвыплаты – постоянное проживание в населенном пункте со статусом села, наличие основной работы, а именно – работа по трудовому соглашению, предпринимательская деятельность. В области АПК либо соцсфере – доход или заем, суммарно составляющие не менее 30% стоимости покупки, строительства жилплощади, статус нуждающегося в улучшении жилищных условий, молодые квалифицированные кадры и семейные пары, которые Должным образом зарегистрированы по месту пребывания, живут в сельских селениях, либо переехали туда трудиться Студенты последнего курса, получающие высшее среднее начальное профобразование, которые собираются по завершении учебы жить и трудиться на селе При этом у них имеются соответствующие договоренности с нанимателем и заключено трудовое соглашение, размер жилищной дотации может быть разным и определяется региональными правовыми актами Максимальная величина не должна превышать 70% от стоимости приобретаемой жилплощади Порядок выделения соцвыплаты на покупку строительства, жилья молодым кадрам согласно ФЦП Подобного рода поддержка на оговоренных выше условиях предусмотрена и выделяется в Свердловской области Претендент на льготу должен написать заявление, собрать требуемые документы и подать все в администрацию своего городского округа Список нужных документов формируется в зависимости от ситуации Его базу составляют паспорт претендента и каждого члена семьи, если таковые имеются, другой удостоверяющий документ Документ об образовании, например, диплом либо справка, подтверждающая учебу на последнем курсе Трудовое соглашение работника, удостоверение ИП Документ справка от будущего нанимателя о том, что учащийся после окончания учебы будет трудоустроен в конкретном поселении Справка из соцзащиты, удостоверяющая статус нуждающегося в улучшении жилья Справка с места работы об имеющемся доходе, либо о займе Кроме этого, при необходимости представляются свидетельства о браке и рождении детей для семейных пар, другие документы по части стоимости покупаемого строящегося жилья Необходимые ксерокопии предъявляются вместе с оригиналами документов Единовременная финансовая помощь молодым кадрам сельских поселений и средств областного бюджета Разовая помощь молодым кадрам, прибывшим после учебы на место работы, предусмотрена фактически во всех субъектах РФ Условия ее получения в зависимости от региона могут отличаться Так, в Самарской области единовременная денежная выплата выделяется безмездно молодым кадрам АПК в возрастной категории до 30 лет Основание закон по области номер 28 от 9 февраля 2005 года о поддержке кадрового потенциала АПК области, а также распоряжение Минсельхоза области номер 23 по 5 февраля 2014 года порядок предоставления и возврата выплаты Вопрос курирует уполномоченное управление Министерства и МФЦ Потенциальными получателями, претендентами на льготирование является молодой специалист с высшим профессиональным образованием, являющийся ИП, главой ЭКФ, либо работником ЭКФ, сельхозорганизации Студент последнего курса, получающий одно из вышеназванных образований, будучи ИП, главой ЭКФ, либо впервые поступивший на работу в ЭКФ, сельхозорганизацию, не ранее 1 января 2012 года Рабочее место данных претендентов должно находиться на территории сельского поселения Важно! Молодой специалист АПК, получивший выплату, обязан проработать на данном месте не менее трех лет При досрочном расторжении договора, либо ликвидации ИП, он обязан возвратить деньги областному бюджету Порядок предоставления соцвыплаты, общие пояснения, обращение в уполномоченный орган претендент на дотацию подает Заявление, требуемые документы, ксерокопии паспорта, трудового соглашения, диплома, а также справка об учебе на Последнем курсе, данные о лицевом счете заявителя, ксерокопии трудовой, сведения из сельхозорганизации о производимой продукции, финансовом положении и другие Варианты подачи личной почтой, посредством портала госуслуги, либо МФЦ Прием и рассмотрение поданных документов, стандартный срок рассмотрения – 20 дней По итогам принимается одно из решений Отказать в просьбе, отказ документируется с указанием причины и отправляется заявителю Предоставить выплату тогда разрабатывается соответствующий приказ предоставления единовременной Выплату при положительном решении заявителя заносят в список получателей Далее выплату перечисляют ему на счет, что фиксируется в журнале учета заявлений Отказ в выплате может последовать при отсутствии недостаточности ассигнований Либо в случае, если заявитель не отвечает предъявляемым критериям Причиной подобного решения может стать так же, как несоответствие представленных документов требованиям законодательства, так и подачи не всех документов Распространенные ошибки при оформлении единовременной выплаты молодому специалисту-работнику сельского поселения Ошибка 1. На сегодня молодые квалифицированные кадры имеют возможность обратиться в уполномоченные органы за оформлением той либо иной льготы в электронной форме Суть обращения от этого не меняется Как обычно, требуется подать заявление по установленной форме с документами Многие заявители ошибочно считают, что в электронном виде следует подавать всю документацию, иначе в льготировании откажут, либо заявление не примут В действительности можно представить только электронный вариант заявления, а документы подать на бумажном носителе при личном посещении в орган власти Причем, если заявление подано до станциона, то второй раз составлять и подписывать его не нужно Читайте также статью «Подъемные выплаты молодым специалистам в 2020 году. Пример 1» Единовременная выплата молодому специалисту-медику, переехавшему после окончания вуза на работу в поселок Студент, 27 лет, получил медицинский диплом, закончил интернатуру, ординатуру Решив сразу переехать работать в поселок, он заключил трудовое соглашение сроком на 5 лет для работы врачом в поселковой больнице Как молодому специалисту ему положена единовременная денежная выплата Ответы на часто задаваемые вопросы Вопрос номер один Супруги по 27 лет перебрались жить в поселок сельского типа Работает только один из них учителем Могут ли они претендовать на соцвыплату для покупки своей квартиры? Могут Если в семье, которая переехала жить в поселок, только один молодой специалист работает либо занимается предпринимательством в соцсфере либо АПК То такая семья уже обретает право на оформление данной жилищной льготы Спонсор этого видео – Центр юридической помощи «Бастион», бесплатные юридические консультации круглосуточно Телефон центра 8 800 555 67 55, добавочный номер 769 Адрес сайта указан в описании под видео Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск Подписывайтесь на канал Поделитесь в соцсетях Всем пока!